Североказахстанцы руки не опустили. Все, чем славится регион сегодня, результат неустанной работы и воли к победе. Жестко! Стоять! Руки! В 90-е годы было все по-другому. Я помню, когда мы приходили в зал. В зале было очень холодно, до 10 градусов тепла. У нас детишки приходили, разминались чуть ли не в валенках, в перчатках, в куртках. Тренироваться было просто невозможно. Ну и были такие времена, когда свет отключали. У нас сложный координационный вид спорта. И я помню случай, когда мы готовились к большим соревнованиям. У нас спортсмен шел очень сложный элемент. И во время вылета в воздух выключили свет. Вы знаете, перепугались все, конечно. Он встал на ноги, благодаря тому, что очень большая подготовка спортивная. Я вспоминаю свое время, в 80-е годы, когда мы занимались. Но действительно, у нас условий не было. Одна штанга была на 6-7 человек, мы подходили. Сейчас в данное время у нас на одном помосте, у меня, например, здесь вот пацаны занимаются, по два человека на помосте. Все условия для них созданы. Вот, ребят, главное, что глаза горят. У нас в области сейчас такой дворец прекрасный выстроен имени Александра Винокурова. Заходишь в этот дворец, приятно, душа радуется, что есть, ну, все виды. Все, сосредоточилась. На старт. Внимание. Марш! Пульс нормальный. Ты молодец, все хорошо. Все свободно. Отлично, дышим хорошо. Как самочувствие? Сердце не болит? Ну, сравним, например, как в прошлые годы мы оперировали этих больных. Сейчас небо и земля благодаря внедрению новой технологии. Мы стоим, чтобы спасти каждого нашего пациента, вернуть его к жизни. Сегодня наши врачи владеют современными технологиями. Они оперируют в открытом сердце. Разве мы раньше думали такое? Мы даже никогда не мечтали об этом. Представляете, с 2009 года мы сделали более 10 тысяч операций коронавирусных исследований. Спасли более тысячи больных. Был случай такой. Во время операции отключили электроэнергию. И наши врачи аппарат искусственного кровообращения крутили в течение 30 минут руками. И сегодня этот вопрос решен. Любое время сутки, если выключается у нас свет, автоматический дизель включается, и операционные врачи спокойно работают. На месте, не застаивайтесь. Хорошо, работаем, работаем. Человек, когда трудится, он даже забывает о болезни. Ну, конечно, первые годы, когда мы работали, в 97-е годы, когда не было света, когда не было дороги, это сложно было поставить на ход. Вот, но государству тоже в это время тяжело было. И они становились, вместе с ними мы становились. Ну, те годы, сравните, если 20 лет спустя то, что было тогда и сейчас, это небо и земля. Вот, 95-го года я сейчас работаю здесь. Начинали с 29 гектаров. Несколько коров было. Сейчас мы, слава богу, дошли до 15 тысяч гектаров. У нас 700 голов. У нас сейчас техника новая. Работа есть, зарплата выплачиваем вовремя, зарплата хорошая. Мы строим очень много. И дома мы сдаем уже по европейскому стандарту. Евроремонт, народные окна. Внутри дома вода. С этого года мы начали центральное отопление делать. Сегодня магазины так и манят из обилия фасонов и моделей. Заходи и бери. В 90-х люди о таком даже не мечтали. Деньги были, а вот покупать особо было нечего. Как мог выживал и бизнес, предприниматели принимали удар за ударом. Выдержали самые стойкие. Те, кто не боялся рисковать. Все, уверенно, уверенно лезь. Тихо, тихо, тихо. Алекс, не падай там. Все, жестко, Матвей. Все, работай, работай, держи его. Пошел, Хамза. Пошел. Все, Матвей, держись, не падай. Любое предприятие бизнесмена, оно подразумевает с собой риск. Я помню, как мы начинали свои первые шаги в бизнесе. Практически развивались вместе с развитием нашей страны. То есть, если раньше мы начинали, открывали кафе или ресторан, у нас было из оборудования всего лишь там микроволновые пищи, газовая плита бытового обслуживания, то сейчас, когда мы вспоминаем, это смешно, это становится интересно. У нас не было импортного оборудования, у нас не было продуктов, которые поставлялись из-за рубежа. Это сейчас мы можем себе позволить. И это говорит о том, что наша страна развивается. Мне очень импонирует то, как наш президент относится к нам. Он, честно говоря, даже лелеет развитие бизнеса. Я часто езжу за рубежом, смотрю, как развивается бизнес там. Таких условий Клондайка, как Казахстан, нет у них. У нас, пожалуйста, и субсидирование, пожалуйста, и гранты бесплатно, и стажировки. Быстрее вставай, локти подверни. Сильно толкай. Сильно. Держать, держать. Ноги поставь. Ровненько держать. Опустил. Молодец, подержали. 16К20. В 90-х этот станок был гордостью любого промышленного предприятия. На таком мечтал работать каждый заводчанин. А потом внезапно началась перестройка. Производство остановилось, и люди остались без работы. В 91-м году я работал на производстве на заводе. За год нам не заплатили зарплату. Двое детей. Надо было что-то делать. И вот, то есть как раз началась эпоха перестройки. В области ничего не было, в производство все встало. Все заводы встали, те, на которых люди работали. Все люди расселились. Тепла, нет света, нет там. Сейчас, конечно, нельзя сравнивать с 90-м годом. Это большая разница. И работа есть, как бы сказать. И, наверное, и быт есть. И есть и что покупать, что продавать. В любое время можно взять кредит. Как раньше такого не было. Вообще не было денег. Были огромные. Я помню, первый кредит мы взяли там по 340% годовых. Сейчас немыслимые такие проценты. Если кулак расслабить и ударить, препятствие точно не сломается. Оно должно быть как камень собрано. И когда бьешь, как камень, он должно пробиваться. Если чуть-чуть ты руку ослабишь, рука останется. Смотрим. Смотрим. За 25 лет в Северном Казахстане объемы производства промышленной продукции выросли почти в 7 раз. Больше северяне стали строить. Изменился облик города. Долгое время на этом месте был пустырь. Теперь новый микрорайон Береке. В основном в нем живут молодые семьи. В каждой своя маленькая история взлетов и падений за четверть века. И, наверное, в каждой согласятся, что жизнь стала стабильнее, а будущее видится только в светлых красках. Не это ли главное достижение независимости? В спорте, как и в жизни, бывают взлеты, падения, трудности, и слезы, и радости, и победы, и поражения. Поэтому надо держать удар, трудиться. Вот это каждая секунда сегодняшний тренировок и должна сыграть роль, чтобы снова флаг Казахстана у нас, как и обычно, будет возлецей выше других. Субтитры создавал DimaTorzok Казахстан Казахстан